Дорогие коллеги, здравствуйте! Вам слышно ли меня? Все ли хорошо у нас сегодня со связью? Отлично, спасибо большое! Дорогие коллеги, меня зовут Виктория. Я являюсь представителем группы отелей Minor Hotels в России и СНГ. И сегодня мы расскажем об одной из жемчужин нашей коллекции. Это отель на Мальдивах Нияма Private Islands Maldives. И надеюсь, что сегодняшний вебинар будет интересным и полезным для вас. Мы совершим небольшое такое виртуальное путешествие на Мальдивы в этот замечательный отель. Но для того, чтобы немножечко познакомиться с компанией Minor Hotels и, может быть, дать несколько минут остальным нашим участникам присоединиться, давайте начнем с небольшого видео, которое расскажет о коллекции Minor Hotels вообще. Буквально несколько минут, сразу после видео начинаем презентацию. Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Итак, дорогие коллеги, я надеюсь, что все уже смогли к нам подключиться. Надеюсь, что всем понравилось видео о группе отелей Minor Hotels и мы начинаем нашу презентацию сегодня о коллекции Minor на Мальдивах об отеле Yama Private Island в Мальдивах. Несколько слов скажу еще о нашей коллекции отелей, о тех отелях и направлениях, по поводу которых вы можете ко мне обращаться, я буду очень рада помочь. В нашу коллекцию в нашу коллеги, в нашу коллеги, в нашу коллеги, в нашу коллекцию входят 5 цепочек отелей, это Anantara, роскошные отели в Юго-Восточной Азии, в Африке, вот сейчас у нас появились отели в Португалии и даже в Бразилии. Avani Hotels это отели 4, 4 с плюсом и 5 звезд, у нас даже появился дополнительный бренд Avani Plus, это такие 5-звездочные отели повышенного даже еще уровня, выше чем 5, и это в основном африканские направления и несколько очень популярных для нас, например, Сейшелы, Avani Seychels Barbarons, на Шриванке у нас 2 популярных отеля, и самое последнее пополнение коллекции это отель Avani в Лаосе, в историческом месте Luang Prabang, наследие ЮНЕСКО, потрясающие места, одни из красивейших мест для посещения в мире. Elevano Collection это коллекция Safari Lodgy и бутик отелей в Кении и Танзании, а также свой собственный тур на самолете Cessna Grand Caravan, который стартует каждый второй день, то есть раз в 2 дня, такие туры есть в Кении и в Танзании на 7 ночей 8 дней. Посетите skysafari.com и найдете наш маршрут и описание такого тура. Augs Hotels Resorts это апарт-отели в основном в Австралии и Новой Зиландии, так что также у нас есть апартаменты в Таиланде и Арабских Эмиратах, но, конечно, апартаменты снимаются чаще на долгий срок и большими туристами, а гостями, которые приезжают работать в данном направлении. Наконец, Tivoli Hotels Resorts потрясающая коллекция отелей в Португалии, в Бразилии и в Катаре, в Дохе. У нас есть коллекция бутик-отелей под брендом Tivoli. Я буду рада ответить на любые вопросы по поводу наших отелей и буду рада общаться по любым средствам связи. Если какой-то очень срочный вопрос, то, пожалуйста, пишите или звоните мне на мобильник, плюс 725-8247-511. Но я бываю просто на встречах или, как сейчас, на вебинаре, поэтому лучше, наверное, сначала написать куда-нибудь в Вайбер, Ватсап или просто СМС. Я перезвоню, выйду на связь, как только смогу. Но всегда стараюсь быть как можно доступнее для коллекции, чтобы помочь по любым вопросам. Конечно же, по электронной почте, dikolikovasobakaminer.com. Кроме того, мы очень рады всегда, когда партнеры присоединяются к нам в соцсетях. У нас есть страничка ВКонтакте для каждой сети отелей и отдельно для Нияма. И мы стараемся публиковать ВКонтакте и в любых соцсетях только самые интересные фотографии, новости, наши спецпредложения. Мы проводим конкурсы, в частности, ВКонтакте. Мы достаточно часто разыгрываем подарочные сертификаты для проживания в наших отелях. И также большое внимание уделяем информации о направлениях, в которых находятся наши отели. То есть, чтобы вам было интересно узнать какие-то новые достопримечательности или, наоборот, уникальные какие-то особенности тех направлений, в которые мы приглашаем вас нашими отелями. Также у нас есть группа в Фейсбуке. Она закрыта, но, пожалуйста, просто отправьте заявку на добавление. Я с удовольствием добавлю вас в нашу группу. А здесь мы достаточно редко делаем публикации, потому что всем участникам приходят уведомления. И чтобы не перегружать вас нашими уведомлениями, мы публикуем только самые-самые такие интересные, волнующие новости, наши достижения, наши самые привлекательные спецпредложения, материалы, видео, новые фотографии и так далее. Но это уже достаточно редко происходит, потому что, ну, опять же, чтобы не перегружать вас информацией. И, наконец-то, наша страничка в Инстаграм собирает самые интересные фотографии из всех отелей коллекции Майнер. Мы стараемся, не чаще, естественно, чем раз в день, но, к сожалению, получается даже не каждый день делать посты, но мы стараемся выбирать что-то из нашей коллекции самое-самое интересное, самое необычное. Может быть, какие-то знаменитости приезжает в наш отель, может быть, какая-то совершенно эксклюзивная услуга появилась. А также, конечно же, копируем фотографии отдыхающих наших гостей, что-то интересное у них происходит, удачный кадр, необычный ракурс. Ну, вот что-то такое вдохновляющее, интересное, самое лучшее из нашей коллекции собирается на нашей страничке в Инстаграм. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я лично веду все эти странички, поэтому рада каждому участнику. Кроме того, конечно же, в соцсетях есть мессенджеры, в них вы тоже можете мне писать, если какой-то вопрос. В общем, стараюсь быть на связи, действительно, по всем средствам связи. Кроме того, у нас есть программа поощрения для сотрудников турфирм, наша программа благодарности. Она называется «Спасибо от Майнер Хотелс». И в подписи к любому моему письму вы найдете ссылку «Спасибо от Майнер». В данной презентации тоже будет такая ссылка, она рабочая. И, пройдя по этой ссылке, вы найдете короткую анкету, в которую вы можете внести данные о уже произошедшем и прожитом бронировании в любом из наших отелей. И это дает возможность вам поучаствовать в наших регулярных лотериях, во-первых, с подарочными сертификатами, с сувенирами. А также, конечно же, это присоединяет вас к такому некому клубу друзей Майнер Хотелс, из которого мы приглашаем в наши фан-трипы, на мероприятия и так далее. В общем, вот такая программа поощрения у нас существует. И я с удовольствием буду рада видеть ваше бронирование в данной системе. Буду рада рассказать, если что, в конце еще несколько слов о данной программе, если вам будет интересно. Сегодня наше путешествие отправляет нас на Мальдивы, в уникальный отель «Miyama Private Island Maldives». Почему отель уникальный? Ну, прежде всего, конечно, его инфраструктура, которая распространяется на два острова, которая предлагает возможности для отдыха гостям, как детишками с маленькими, так и для гостей, которые выбирают уединенный отдых. Для всех-всех это действительно очень богатая инфраструктура, это огромный выбор и различных вариантов питания, ресторанов и развлечений, водных видов спорта, развлечений на острове и так далее, и так далее. Сейчас все обязательно расскажу. Дорогие коллеги, я хочу заранее вас попросить, не могли бы вопросы писать в вкладку «Вопросы». Я вот сейчас отвечу на те, которые уже появились, но я боюсь, что я не успею отследить в центральном чате что-то, поэтому вот «Вопросы» лучше в вкладку «Вопросы». Да, Елена, вопрос по поводу вот этой программы «Спасибо от Майнер». Я обязательно расскажу о ней несколько слов еще в самом конце презентации. Хорошо? Расскажу, как присоединиться и все-все-все покажу. Спасибо. Итак, Нияма Правит Айланд находится в Дау Атоле. Сюда нужно лететь на гидросамолете, то есть вы прилетаете в аэропорт Майнер, проходите паспортный контроль, получаете свой багаж и выходите сразу после получения багажа в центральный такой, через центральный выход. В аэропорту Малия стоят все представители всех, соответственно, отелей, турфирм с табличками. Вы увидите человека с табличкой Нияма, с нашим логотипом, с названием отеля, и он сразу пригласит вас, дальше наши сотрудники уже позаботятся о багаже, он пригласит вас пройти регистрацию на перелетный гидросамолет. Далее мы провожаем вас, отвозим на автомобиле, там буквально две минуты езды в терминал вылета гидросамолета. Там находится наш большой, новый, просторный лаунж. Это персональный лаунж только для гостей отеля Нияма Правит Айланд и Нантара Кихауа Мандивс. Это два отеля, оба принадлежащие компании Майнер Хотелс. Здесь, соответственно, вы можете насладиться напитками, закусками, фруктами, какими-то легкими сэндвичами. Здесь есть интернет, компьютеры для пользования. Здесь есть детская комната, душевые, всевозможные удобства, большие панорамные окна, чтобы вы могли уже наслаждаться видами на океан, видеть взлетающие другие гидросамолеты, может быть. Но, как правило, ожидание занимает в районе 15 минут, максимум полчаса. Поэтому даже всеми прелестами нашего лаунжа не всегда есть возможность насладиться. Вас провожают на гидросамолет, и далее 40-45 минут полета. Это интересное путешествие над Мальдийскими островами приводит вас к отелю Нияма Правит Айланд. Сейчас мы посмотрим с вами на карту, и вы можете видеть, что отель состоит из двух островов немного разной формы, и мы условно называем один остров Чил. Я сейчас постараюсь указку открыть, надеюсь, что она будет видна. Первый остров, изначально, когда Нияма открылась, около пяти лет назад, существовала только, ну, работа только вот остров Чил, он был первым. Мы его так называем, то есть Чил, расслабляйся, потому что, ну, здесь детский клуб расположен не здесь, поэтому очень многие гости выбирают этот остров именно для отдыха без детей. А второй остров называем Плей, потому что именно здесь располагается детский клуб, здесь, соответственно, чаще гости просят разместиться с детьми, чтобы быть поближе к нашему большому детскому клубу. Поэтому Плей, Играй – это вот такое второе условное название для нашего острова. Между островами, как вы видите, мостик, длина его около 15 метров всего. Наши гости путешествуют по островам с помощью, конечно же, дворецких или батлеров, которые на острове называются Токуру. За каждой виллой присматривает специальный дворецкий, который в любой момент по запросу отвезет вас на баги в любой конец острова. Кроме того, гости путешествуют на велосипедах. В велосипедах прикреплены каждый... Каждой вилле есть два велосипеда, но это велосипеды для взрослых. Я сразу же должна сказать, что велосипедов для детей у нас нет, и в соображении безопасности, поэтому вот у нас взрослые гости только ездят на велосипеде. И также, конечно же, многие гости выбирают пешие прогулки, если расстояние... Ну, вам редко нужно от одного края острова до самого другого. Только те, кто увлекаются спортивным бегом, может быть, любят вот эту пробежку сделать. А в остальном, да, всех ближайших ресторанов вам, в общем-то, удобно пройти и пешком. У каждого острова есть свой центральный, основной ресторан, где подается завтрак. И, соответственно, вам не нужно будет ехать на другой остров, где бы вы ни жили, завтракайте вы у себя либо в ресторане Блю, если вы живете на острове Плэй, либо в ресторане Эпикюр, если вы живете на острове Чилл. Остальные рестораны разбросаны по-разному, по двум островам. Я расскажу, как они расположены чуть-чуть позднее. Но сейчас вы можете увидеть, что у нас на острове Чилл есть и пляжные виллы с бассейнами, и пляжные виллы без бассейна. Есть большая такая веточка с водными виллами. Это Water Studios и Deluxe Water Studios. А также большой двухкомнатный павильон. Есть еще дополнительная веточка, которая называется Crescent. Здесь располагаются пять водных вилл, которые могут быть проданы по отдельности разным гостям, а могут быть забронированы как целая отдельная категория Crescent для большой семьи или для компании из нескольких семей, например, то у вас будет такая приватная полностью, вот эта веточка полностью за вами. Это такая у нас есть в контрактах отдельная категория Crescent. На втором острове располагаются также пляжные виллы с бассейном, без бассейна, а также уникальная категория номеров, которая называется Family Beach Pool Suite. Это самая популярная категория для отдыха с детьми, потому что это уникальное сочетание цены и качества. У вас просторная гостиная и спальня. Я покажу, конечно же, все номера. И получается выгоднее, чем братья, например, 2-bedroom павильон. Это такой очень выгодный вариант размещения, если у вас двое детей и родители, даже трое детей и родители. Такие номера Beach Pool Suite находятся только на острове Play. То есть если вы выбираете первые две базовые категории, Beach Studio, Beach Studio, West Pool, вы можете оказаться на острове размещения на ухо с Вечелкой или на острове Play. По желанию можно сделать в качестве заметки. Чаще всего мы с детишками поселим все-таки на острове Play и детей на острове Чилл, но можем учесть ваши пожелания. А если у вас уже водные виллы, то здесь без вариантов либо большая веточка, либо здесь, либо здесь на острове Чилл. И если у вас Family Beach Pool Suite, то это только остров Play. Мы вернемся к арте островов, потому что достаточно большая, богатая инфраструктура. Я еще раз покажу, где что находится. Всего у нас 134, номера и водных и пляжных категорий. Это категории Studio однокомнатные, Suits – это гостиная и спальня. И Pavilion's – это всегда категория с отдельной гостиной, с одной или двумя спальнями. Павильоны – это самые большие, самые роскошные наши номера. Они есть и на сваях над водой, и на пляжах. Мы обязательно их посмотрим. У нас 6 ресторанов. Blue Etiquier H&S, Top 6, Tribal. Тоже мы их обязательно посмотрим. У нас есть одно небольшое кафе и три бара. Dune, Surf и Фаренгейт. У нас есть множество различных развлечений, как для маленьких наших гостей, так и для взрослых. Борные виды спорта, пар, развлечения на острове, и множество-множество разных активностей. Обязательно все посмотрим. Наша категория из 134 номеров описана здесь по возрастанию стоимости, конечно, и по количеству. Далее мы будем с вами двигаться от пляжа к водным видам, к водным категориям. Beach Studio – стандартная категория. Beach Studio – 135 квадратных метров, вмещает двое взрослых плюс двое детей, либо трое взрослых и один ребенок. Мы можем разместить дополнительную кровать, соответственно, для детишек. И здесь у нас просто терраса с таким качелем, с диванчиком на качелях, с прямым выходом к пляжу, но без бассейна. Бежаки, зонтики, все прекрасно оборудовано. Номер выглядит вот таким образом. В общем-то, достаточно стандартная планировка. У каждого номера есть ванная комната с душем под крышей, с ванной и с душем на свежем воздухе. А следующая категория, вот Beach Studio – ванная комната такой выглядит. В общем-то, в Beach Studio West Pool ванная комната выглядит совершенно таким же образом. Поэтому можно сразу себе представить, как все это выглядит. Следующая категория – Beach Studio West Pool. 190 квадратных метров. Она уже побольше, ну, в общем-то, за счет террасы с бассейном. Такое же количество размещения. Два взрослых двое детей, три взрослых плюс один. И здесь уже у вас бассейн. То есть, единственное отличие этих категорий – это наличие на пляже такого небольшого бассейна. Вся остальная планировка совершенно такая же. Family Beach Pool Suite with Pool. Любится Family Beach Suite with Pool. Плюс 255 квадратных метров. Вмещает то взрослых и двое детей. Как я сказала, это самая популярная категория для отдыха из детьми, потому что это великолепное сочетание цены и качества. Получается почти ту-бэдрум, да, вариант, но все-таки получается гораздо выгоднее, ну, дешевле. Снаружи терраса выглядит вот таким образом. Видите, у нас есть бассейн, лежаки, столик, диванчик и диванчик на качелях. Внутри планировка такая. Спальня родителей с кроватью King Size. Полностью повторяет, в общем-то, спальню стандартные дела. Ванная комната, такая же, как мы смотрели, с душем под крышей, с душем на свежем воздухе, с ванной и с двумя окровинами. Выход на террасу спальни родителей и бассейн и так далее. Гостиная. Гостиная оборудована диваном, который раскладывается и становится двухместным, большим, таким очень просторным диванчиком, который я вам покажу. Для двоих детей, да, в общем-то, для двоих взрослых даже подошел бы, это действительно просторный, большой двухместный диван. И что очень удобно, в гостиной у детишек, ну, чаще всего в гостиной селят детишек, у них есть небольшая туалетная комната. У них нет отдельной ванны, иначе бы это уже была бы категория ту-бедру, но туалетная комната, чтобы не беспокоить родителей, например, ночью, у них есть, это очень удобно. Ну, а ванная комната для всей семьи, одна, у нее, соответственно, выход производится только через спальню родителей. И выход из гостиной на террасу также прямой к лежакам и ко всей террасе. Я сейчас покажу, как выглядит уже гостиная, вот диван в разложенном виде. Вы видите, мы еще, если там детишки живут, то мы оформляем немножечко в таком детском стиле. Днем можем, наши сотрудники, естественно, все уберут, свернут, у вас днем будет гостиная. Если не хотите, то, конечно же, только скажите, оставят в разложенном виде диван. И вот так просторно выглядит наша гостиная, которая очень удобно конвертируется в спальне для детей. Дальше идут водные категории. Water Studio и Deluxe Water Studio, две первые категории, отличаются в основном площадью, причем это площадь террасы, потому что у Deluxe Water Studio, я сейчас покажу вторую категорию, есть дополнительная джакузи в бассейне. Базовая категория имеет площадь 175 квадратных метров, вмещает двое взрослых и одного ребенка или трое взрослых, выглядит вот таким образом. И, ну, как вы видите, это, в общем-то, такая стандартная планировка, все водные виды размещения имеют бассейн. И Deluxe Water Studio, 190 квадратных метров площадь, ну, как я и сказала, отличается за счет джакузи в бассейне на свежем воздухе. Вот, джакузи вы можете видеть на нашем плане. В общем-то, внутренняя планировка номеров совпадает. Ванная комната выглядит вот таким образом. И далее идут павильоны на сварах над водой. Они бывают двух типов. Это one-bedroom и two-bedroom павильон. Это всегда гостиная и одна или две спальни. One-bedroom в воде павильон имеет площадь 30-40 квадратных метров. Вмещает двое взрослых, два детей, двое взрослых плюс один ребенок. Это размещение такое очень просторное для наших гостей. И вы можете видеть на плане спальня родителей. Это односпальня, мы сейчас поведем, центральная спальня, гостиная, бассейн, огромный центральный, длинный такой бассейн, джакузи, ванная комната и лежаки. Здесь, в общем-то, можно разместиться родители и дети. Детей мы можем разместить в гостиной. Следующая категория, two-bedroom, в общем, по-видиме, уже 515 квадратных метров. Здесь, соответственно, четыре взрослых и четверо детей. Можете видеть центральную территорию, такой бассейн, джакузи. Ну, в общем-то, выглядит очень похоже на one-bedroom, по-видиме, только больше по площади. Гостинная выглядит вот таким образом. Открывая окна около, такой центральной части, около дивана, вы можете наслаждаться видом на океан и Infinity-бассейн. Бассейн с эффектом бесконечности. Снаружи выглядит все это вот таким образом. И внутри павильонная спальня выглядит таким образом. Спальня родителей с кроватью King Size, спальня детей с кроватиной Twin и центральная гостиная, выход из которой, из которой можно выйти из спальни родителей. У каждой спальни одинаково полностью оборудованы, ванная комната присутствует. Спальня в этом плане абсолютно равнозначная. Выход к террасе есть и из гостиной, и из каждой спальни, и рядом с каждой, собственно, спальней есть лежаки и зонтики. Длинный бассейн с эффектом бесконечности, с гамаком, такой фирменный наш круглый гамак над бассейном, который присутствует на основных фотографиях, и джакузи. И также, конечно же, из всех водных видов в вилл отдельный специальный спуск в воду. Такие же разновидности павильонов у нас есть и на пляже. Тоже one-bedroom beach pavilion, two-bedroom beach pavilion. One-bedroom имеет площадь 400 квадратных метров, вмещает 2 плюс 2, на взрослых павильонах детей, или 3 плюс 1. И категория с двумя спальнями, я сразу перешла к two-bedroom pavilion, у нас будет иметь такую же примерно планировку, как мы сейчас видели на сваях над водой. Спальня родителей, спальня детей, большая гостиная, ну, абсолютно тот же план. Вот two-bedroom beach pavilion, 635 квадратных метров. Two-bedroom beach pavilion, кстати, вмещает 4 взрослых плюс 2 детей. И гостиная, ну, как вы видите, в общем-то, планировка здесь очень похожая. И вот, соответственно, план-то-bedroom beach pavilion. Самый большой и единственный павильон с тремя спальнями, который располагается на острове Плей, на втором острове. Мы еще раз, как я говорила, вернемся к карте, снова посмотрим, кто где расположен. Имеет площадь 770 квадратных метров. Такой павильон у нас всего один, и вмещает до 9 человек. Соответственно, гостиная выглядит вот таким образом, вид из бассейна. И вся территория располагается следующим образом. Спальня родителей с отдельной ванной комнатой, с ванной, с душем под открытым небом, с душем в помещении, с дульно-раком. Ну, такой. Вот эта часть полностью повторяет, в общем-то, стандартную любую нашу виллу. Выход прямой к террасе, и у родителей есть такой даже отдельный свой бассейн. То есть, это как если бы мы вот эту часть полностью выделили, можно ее назвать такой же, как вторая категория, бич-тюдио в СПО. Далее идет комната, специальное помещение для СПА-процедур. Дальше идет гостиная большая с обеденной зоной, ну, все так же, как и у всех остальных павильонов, которые мы смотрели. Далее идет коридор спальни детей. У детей полностью оборудованная такая же ванная комната, как и у родителей, с ванной, с двумя душами, двумя ракомами. И третья спальня, как правило, используется для няни, для бабушки, для сопровождающего человека, или для старшего ребенка, который хочет жить отдельно. Это уже спальня с полуторой спальней кроватью, с кроватью Кингс, это Квинтайд, и, соответственно, с ванной комнатой с душем. Такая компактная ванная комната здесь. Зато это такая небольшая уединенная спальня для одного человека. И лежаки и зонтики, большая терраса, большой бассейн с отдельной частью для гидромассажа, с обеденной зоной на свежем воздухе. Вот такая огромная территория, единственный наш самый большой павильон. Итак, дорогие коллеги, вернемся к карте, как я обещала, и я сейчас покажу, где находятся разные категории номеров, и дальше перейдем к вопросам по номерам. Смотрите, как я уже сказала, у нас стандартная категория номеров, без студии, без студии, без студии, без студии, без студии, здесь, а также они, к примеру, находятся без студии, без студии, без студии, по длине острова Плей. То есть они находятся и там, и там. Водные вилы, water studio, water, deluxe water studio находятся здесь, и здесь, и на веточке Crescent. Здесь есть только deluxe. Далее идут водные павильоны, two-bedroom павильон находятся здесь, и на ветке Crescent есть по одному one-bedroom павильон и один two-bedroom павильон. Здесь на веточке Crescent в основном даже павильоны находятся. Далее мы смотрели с вами Family Beach Suite with Pool. Они находятся на острове, только на острове Плей. Вот категория Suite, она, в общем-то, только одна. Она вся находится вот здесь и вот здесь. Они, в общем-то, перемежаются со стандартными категориями, практически через одно идут, но находятся в Suite и находятся только на острове Плей. И пляжные павильоны с одной из двумя спальнями находятся на острове Чилл вот с этой стороны, а с тремя спальнями находится вот он один вот здесь, на острове Плей. И я сейчас еще покажу вам Crescent. Crescent состоит из пяти вилл. Это с каждой стороны по одному Deluxe Water Studio. Раз и два. One-bedroom павильон. Раз и два. И один two-bedroom павильон. Такая получается большая такая комбинация вилл, которую, как я сказала, мы можем продавать по отдельности каждую виллу, а можем предложить как целую отдельную категорию Crescent. Если вы выкупаете именно Crescent, то у вас будут вот эти пять вилл вместе стоящие. Отдельная территория. Прежде чем перейдем к ресторанам и барам, позвольте мне посмотреть вкладку «Вопросы» и ответить на все вопросы. Так, не создается ли ощущение, что у людей многовато виллы достаточно тесно стоят, если судить полкартера? На самом деле нет. Как раз один из больших таких плюсов Ниямы в том, что территория достаточно большая. Виллы стоят между собой, промежаясь зеленью, и они достаточно уединенно друг по другу стоят, поэтому даже при полной загрузке отеля у нас не появляется ощущение, что, ну, как-то очень много людей вокруг. Это как раз даже вот наше большое преимущество. От края одного острова до края другого острова территория получается почти 3 километра. То есть просто такой компактный план. На самом деле виллы между собой расставлены гораздо более просторно по сравнению со многими мальдивскими отелями. Слава Богу, длина островов нам позволила расставить виллы достаточно друг от друга так на хорошем расстоянии. Поэтому здесь вы не между двумя виллами там расстояние не 2 метра, не один кустик между ними, а здесь как раз наоборот. Мы очень просторно располагаемся по всем, так растягиваемся по двум островам. Поэтому нет, наоборот, даже это наше большое преимущество, что у нас даже при полной загрузке все как-то рассредотачиваются и по ресторанам вечером, и, соответственно, виллы друг друга. Они не друг на друге стоят, а хорошо так расставлены. Какое размещение вы порекомендуете для трое взрослых плюс один ребенок плюс няня? Вы знаете, я думаю, что мы можем разместить, ну, минимально мы можем разместить, несмотря какой ребенок, если это совсем инфант, то можно и как-то их в стандартную категорию поместить, потому что даже в стандартных категориях мы допускаем размещение 3 плюс 1. Но это если ребенок, ну, вот совсем вот малыш. Но я думаю, что это будет достаточно тесно. Я думаю, что начиная от Family Beach Pool Suite, вот от тех категорий, которые я показывала, гостиной и спальней, вот это будет, ну, и выше, конечно, категории, вот это будет уже самое комфортное. Например, няня с ребенком в гостиной спят, будет очень комфортно, и родители в спальне. Family Beach Pool Suite, далее идет уже категория павильенс, но это, конечно, будет тоже очень удобно. Самый оптимальный вариант, это, конечно, Цубедром павильен. Это, конечно, очень дорогой вариант, но тогда няня с ребенком будет жить в отдельной спальне, полностью оборудованной, и няне тогда, ну, тут просто в свитер, проблема в том, что няне придется тогда в спальню, через спальню проходить в ванную комнату, а так у няни с ребенком будет отдельная ванная комната, у родителей тоже отдельная ванная комната, и все они будут встречаться в огромной просторной гостиной, ну, это самый оптимальный вариант. Если самый такой компактный и экономичный выбирать, то, наверное, все-таки свитер. Family Beach Pool Suite. На какие периоды сейчас у нас есть акции? О, это прекрасный вопрос. На самом деле у Ниямы постоянно действует очень много различных выгодных предложений. В частности, на все лето до конца сентября, если меня пансионер изменяет, у нас до 31 сентября, до 30-го, у нас есть сейчас скидка 40% и халбот в подарок. Бесплатный полупансион подразумевает, что вы питаетесь на ужин в любом из открытых ресторанов. Если это питание по меню, то мы вычитаем 50 долларов на человека из финального счета. То есть вы просто выбираете то, что вы хотите из меню. Алкогольные и безалкогольные напитки, соответственно, не входят в эту систему питания. А если вы питаетесь в ресторане «Шведский стол», например, ресторан «Эпикер», я покажу его тоже сейчас, мы будем смотреть рестораны, то вы просто питаетесь в бесплатном ресторане «Шведский стол». Как перемещаться между островами? Между островами 15-метровый мостик. Если вы хотите прогуляться, то вы можете это сделать и просто пройти пешком. Вы можете всегда обратиться к своему батлеру, вас отвезут в любое нужное для вас место на багги. За каждой виллой закреплен батлер, который называется «Токуру» в Нияме. У нас есть русскоязычный, у нас вообще достаточно много русскоязычных сотрудников в разных отделах отеля. У нас несколько русскоязычных батлеров. Соответственно, вы просто своего батлера вызываете, он через 5 минут приезжает на багги, а может быть даже быстрее, отвозит вас туда, куда вы хотите. Плюс за каждой виллой для взрослых закреплены два велосипеда. У нас взрослые гости очень любят на велосипедах кататься. Большой плюс островов в том, что вам есть куда пройтись, прогуляться, пробежаться, проехаться. То есть вы не чувствуете вот такой замкнутости мальдивского отдыха, да, когда вы на кромочном острове по среди океана. Здесь у вас все-таки есть такой простор для передвижений. Ну а между островами, как я сказала, небольшой мостик, в котором можно пешком, и не можно проехать. Сколько составляет депозит при заезде? Знаете, я боюсь вас дезинформировать, он должен быть в районе 200 или 250 долларов за номер за ночь, но эта стоимость может меняться, и плюс гости, если они принципиально хотят отказаться от депозита, могут от него отказаться, но в этом случае им придется платить на месте за каждый свой обед, за каждую услугу, и за каждую трату, совершенную на острове, все время носить с собой кошелек. Это не очень удобно, поэтому для ориентира 250 долларов за ночь за номер человека. В общем-то, в среднем это очень такой разумный депозит, и гости могут его оставить наличными, могут предоставить свою карточку, могут далее, например, при выезде забрать обратно наличные, оплатить картой, или наоборот попросить разблокировать сумму на картой и заплатить наличными. Это уже как гостям удобно. Итак, я надеюсь, что я ответила на все вопросы по размещению. Если все-таки еще потом возникнут, пожалуйста, пишите вовкладку «Вопросы». Буду рада все рассказать. Мы переходим к питанию. Рестораны и бары. Сразу скажу, что Нияма, Private Islands уже второй или третий год, если я не ошибаюсь, по-моему, третий, получает премию Мальдивского управления по туризму как арендирующий курорт по питанию на Мальдивах. Leading F&B Resort of Maldives. Мы получаем эту награду с большой гордостью и радостью и продолжаем развивать нашу инфраструктуру в плане питания. У нас на каждом острове есть основной базовый ресторан. Blue – это средиземноморская кухня. В высокий сезон при высокой загрузке Blue – здесь подается завтрак для гостей, которые живут на острове Плей. Ну а в остальное время при не очень высокой загрузке здесь он работает а-ля-карт. Подается международная европейская кухня с 12 до 6 вечера. Самый такой, основной, самый большой ресторан. Epicur – здесь тоже кухня различных странеров подается. Здесь стандартно подается завтрак, шведский стол с 7 до 10.30 утра. В обед ресторан работает с 12 до 3. И на ужин с 6.30 до 10.30 вечера – это ресторан «Шведский стол». Самый наш большой, самый просторный и всегда подающий шведский стол. Дальше мы отправляемся с вами на такую площадку, на сваях над водой, которая находится в трех минутах езды на катере от острова. То есть это площадка посреди океана. Великолепный ужин посреди океана предлагает вам ресторан «Эйдж». Это ресторан международной кухни, причем высокой кухни. Избранное небольшое, очень изысканное меню. Предлагается здесь с 6.30 до 22.30. И также здесь находится небольшой такой лаунж-бар «Эйдж». Он работает с 5.30. Так вот, начиная с 5.30 вечера, мы отвозим каждые полчаса гостей на катере, гостей, которые забронировать столик, хотят поуживать или просто отдохнуть в нашем лаунже, мы отвозим сюда, на эту великолепную площадку на сваях над водой среди океана. Это большая наша гордость и очень интересное место. Я вернусь сейчас к ресторану «Эйдж». На этой же площадке рядом находится лестница, которая ведет вас в наш подводный ресторан «Сапсикс». Чуть позднее покажу его фотографию, но вы должны знать, что на верхней, так сказать, палубе у нас ресторан «Эйдж», а внизу на глубине 6 метров под водой находится подводный ресторан и ночной клуб «Сапсикс». На нем чуть позднее. Возвращаемся на острова. На острове Плей, там, где находится детский клуб, есть уникальный ресторан в клонах деревьев «Баньян», он, соответственно, называется «Нест», «Гнездо». На высоте где-то 2-3 этажа располагаются вот такие беседки со столиками, с пением птиц и вот среди великолепных пальм и деревьев предлагается кухня различных стран Азии. Здесь вы найдете великолепно тайскую кухню, потому что компания у нас изначально тайская, центральная офис у нас в Таиланде, поэтому мы, что называется, знаем, току тайской кухни. Ну и также блюдо, классические блюдо различных стран Азии. На ужин ресторан работает с 6.30 до 10.30 вечера, и на первом этаже у него находится отдельная часть ресторана типа «Ньяки». Те же часы работы, он тоже работает только на ужин. Здесь всего несколько мест. По-моему, 8 гостей мы вмещаем на одну посадку, поэтому лучше бронировать заранее, хотя бы по возможности в тот же день утром, забронировать себе столик на место, точнее на вечер. Кухня типа «Ньяки» очень популярна среди гостей, на самом деле, всех наших отелей, где есть ресторан типа «Ньяки», потому что это не только очень вкусный ужин, но и целое кулинарное шоу. Это прямо вот перед вами стоит наш шеф-повар. Он готовит великолепное мясо, птицы, море, продукты на раскаленной плите, прямо при вас, подкидывая ножи, поджигая целое пламя перед вами. Можно сказать, такое целое, действительно кулинарное и акробатическое шоу получается. Очень здорово, очень популярная кухня, популярный наш ресторан. Далее идет ресторан «Сапсикса», которым я уже сказала несколько слов. Ресторан под водой. Он работает на обед с 12 до 2.30 дня. Здесь мы подаем международную кухню, на самом деле на обед он работает с небольшим таким цвет меню, то есть это установленное меню с двумя-тремя опциями для закуса, горячего блюда, десерта. И один раз в неделю, в субботу ночью, он работает как ночной клуб. То есть сюда можно приехать, здесь работает биджей, гости танцуют, наслаждаются коктейлями. Также мы устраиваем такие glow party, когда мы расставляем флороценные краски на столах, и можно сделать себе макияж, или такой какой-нибудь нательный рисунок яркой, светящейся в темноте краской, и получается такая интересная красочная вечеринка с светящимися красками. Это же очень нравится нашим гостям. В пик сезона мы можем открывать подводный ночной клуб даже и два раза в неделю, но как пятница и суббота. Но, как правило, все-таки в течение всего года это только суббота. С 9 вечера ночной клуб работает и до последнего гостя. Снова на остров. Трайбл – это ресторан на острове Чил, единственный на Мальдивах ресторан африканской кухни. Ну, как можно сказать, африканская кухня, да, и, конечно же, в разных странах Африки. Даже в разных племенах одной страны Африки можно найти самые разнообразные блюда. Так вот здесь у нас есть целая палитра из блюд разных культурных единиц. Здесь работают выходцы из разных племен, из Кении, Танзании в основном, из разных регионов Кении и Танзании. Они сами смогут рассказать вам о каких-то традициях, о кулинарных предпочтениях в их регионе. Здесь у нас есть очень популярный такой сотрудник из племени Масаи. Здесь проводится большинство вечеров. Ресторан работает Алякад с 6.30 до 10.30 вечера. Но также мы проводим и тематические вечера шведский стол с разнообразием видов мяса, закусок и так далее разных стран Африки, разных регионов. И в такие вечера наш Масаи одевается в традиционный костюм и может показать и рассказать, какие традиции есть в племени Масаи, в таком знаменитом племени африканского региона. Далее. Дюн и Фаренгейт. Это два бара. Дюн – это на самом деле даже ресторанчик и бар, который находится прямо около центрального, одного из центрального бассейна, около пляжа. Здесь можно разместиться за столиками, чтобы пообедать, или мы подадим закуски, коктейли, напитки прямо к вам, к бассейну, на лежаки. На самом деле меню включает, меню дюн включает и небольшие блюда международной кухни, и какие-то мандивские блюда. Здесь можно пообедать, либо просто что-то заказать, напитки, закуски. Фаренгейт. Это именно бар. Он находится на высоте второго этажа, работает по вечерам. Иногда Фаренгейт бывает, ну не каждый день открыт, иногда он бывает закрыт. А вот дюн работает в течение всего дня, 12 дня до поздней ночи. Фаренгейт только с 9 вечера. Так выглядит бар Фаренгейт. Очень стильный, современный лаунж-бар с террасой на свежем воздухе, с помещением, с отдельным помещением. Не так давно мы открыли сёрф-бар. Это бар в ямайском стиле, на конце острова Плей, там, где уже нет вилл, потому что, ну, мы не построили там виллы, потому что здесь достаточно часто, ну, в течение всего лета достаточно сильная волна, здесь уже каменистый берег, то есть не очень пригодный для купания пляж, но зато идеально подходящий для сёрфинга. Мы наняли несколько инструкторов по сёрфингу, мы пригласили ведущих сёрфингистов мира, в том числе действующего чемпиона мира по сёрфингу. Они опробовали наши волны в прошлом сезоне, потому что самые лучшие волны для сёрфинга здесь появляются летом. И Ниява стал лидирующим сёрфинг-курортом. В летнее время действительно сёрфинга прямо с берега лучше, чем здесь, вы просто не найдёте нигде на Мальдилах среди пятизвёздочных отелей. Это наша большая гордость, и мы оборудовали такую вот сёрфинг-зону и сделали сёрфинг-бар на конце острова. Подробнее тоже расскажу чуть позднее, где всё это находится и как всё это происходит. И покажу фотографии, конечно же. И, наконец, у нас есть небольшое кафе Дели, которое наподобие небольших городских кафе подаёт лёгкие запуски, стэнвичи, кексы, кофе, чай, напитки с 10.30 до 5 вечера. Это такой, знаете, мы называем его маленький, наш маленький Старбакс. Такое место, куда по дороге на пляж вы можете забежать, захватить стэнвич и стаканчик кофе, например. Вот такой небольшой кафе. То есть в общей сложности, если посчитать все бары, рестораны, кафе, то есть будет 10 единиц различного питания. Кроме того, конечно же, обслуживание в номерах, а также уникальные услуги destination dining. Это уникальная возможность организовать обед или лужин в индивидуальной обстановке на полюбившемся вам месте. Чаще всего, конечно, наши гости выбирают пляж. И здесь это может быть просто такой коктейльный вечер или может быть киносеанс под звёздами. У нас есть место, где мы устанавливаем, где установлен проектор. Достаточно уединённое место, чтобы не беспокоить гостей. И в то же время можем делать такой вот индивидуальный кинопоказ. Вот, например, прямо на пляже здесь можно сделать ужин, затем кинопоказ. Это индивидуальная услуга, которая подразумевает эксклюзивное меню, которое вы проговариваете заранее. Ну, выбирайте, у нас есть несколько вариантов, выбирайте, может быть, что-то изменяете. С нашим шеф-поваром весь вечер вас обслуживают отдельные официанты и наша команда. И это такой вечер только для вас, для пары, может быть, для семьи. Такое индивидуальное мероприятие. Итак, прежде чем мы перейдём к развлечениям, давайте я отвечу на вопросы по поводу питания или, может быть, что-то ещё появилось. Так, до скольки проходят завтраки? Завтраки проходят в 10-30 утра. Можно ли делать завтраки на виллах? Да, можно заказать завтрак на виллу, но это будет за дополнительную стоимость. У нас есть меню рум-сервиса, в котором есть варианты различных блюд и сет завтраков, так сказать. Можно заказать, но это уже будет отдельно оплачиваться и не будет учитываться то, что у вас завтрак, ну, как бы, завтрак, который входит у вас в ваше размещение, он предполагается в ресторане Epicure, либо, если работает завтрак в блюд, то, может быть, в блюд тоже. Но завтрак на виллу оплачивается уже отдельно. Итак, я надеюсь, что я не пропустила больше вопросов. Дорогие коллеги, пожалуйста, пишите, если что-то еще придет вам в голову. Пожалуйста, может быть, я что-то забыла упомянуть, пожалуйста, пишите. Итак, развлечения и путешествия. Вы сейчас видите вот на фотографии это традиционная мальдивская лодка Дони. Мы предлагаем круизы, как с мимой, так и с ночевкой на этих традиционных лодках. Кроме того, у нас есть современные яхты, можно выехать на рыбалку, можно сделать круиз, круиз просто на закате для красоты, или круиз, чтобы, не знаю, насладиться видами на океан в дневное время. Повторюсь, может быть, рыбалка, может быть, посмотреть на дельфинов. Кстати, к нам достаточно часто к нашим островам приплывают дельфины неподалеку. Мы участвуем в программе сохранения кораллов. Можно поучаствовать в ней с нашим морским биологом и высадить даже свой именной коралл. Они на таких рамках разного размера высаживаются, и потом потихонечку эта рамка обрастает коралловым таким новым, новой грядой коралловой. У нас есть всевозможные виды спорта, включая вот такие современные различные развлечения, водные скутеры, подводные скутеры СИБОП, и всевозможные, на самом деле, нямы. Это очень современный курорт в этом плане. Столько всего интересного для активного отдыха в плане водных видов спорта, но не каждый, наверное, курорт может предложить. Для наших самых маленьких детей у нас есть большой детский клуб, который называется Explorers, и это единственный на сегодняшний день детский клуб, который управляется специально, отдельно нанятой профессиональной командой. Эта компания базируется в Великобритании, специализируется на педагогике и управлении детскими клубами. То есть каждый сотрудник клуба – это не просто сотрудник отеля, это сертифицированный сотрудник как раз компании Explorers, сертифицированный для работы с детьми в различных возрастных категориях. Для трех возрастных категорий у нас есть разные программы развлечений. Чем старше детки, тем, соответственно, сложнее. И когда родители даже слышат о наших планах развлечения для детей, иногда хотят часто, хотят даже и сами поучаствовать, потому что там и самые маленькие, ну, понятно, что-то рисуют, что-то пекут, что-то мастерят. У нас есть куризы для наблюдения за дельфинами, квесты по острову, какие-то неяма ищут таланты и шоу-мод для детей. Там на самом деле такая жизнь делает, что я люблю часто говорить, что если вы хотите поехать с детишками, немножечко от них отдохнуть, то, пожалуйста, отправляйте, приведите свое чадо к нам в детский клуб и можете быть за них спокойны. Причем, если вы оставите на время обеда, то наши сотрудники отведут детишек в ресторан «Блю» по обеду. Детишки у нас питаются 3 раза в день бесплатно по детскому меню. В этом году детишками даже считаются до 15 лет дети, но со следующего года будет до 12 лет. Ну, такая стандартная аранжировка. И, соответственно, так как у всех детей бесплатное питание по детскому меню 3 раза в день, то мы детишек отведем. Если родители их не забрали в обед, то мы их отведем пообеду и вернемся обратно в детский клуб. Вот вы можете видеть на фотографии развлечений и на свежем воздухе, и в помещении. И вот наша сцена для шоу-талантов, для шоу-мод. Для самых маленьких у нас есть тихий час. У нас два таких здания, два домика. Один для самых маленьких гостей, а другой для детишек постарше. Соответственно, там разные развлечения, игры и так далее. Наш детский клуб – это отдельно наша, конечно, гордость и большое преимущество няма. Пожалуй, аналогичного по богатству, разнообразию развлечений и даже по размеру, очень мало курортов на могилах могут предложить такой детский клуб. Лайн-спа. Спа – это тоже отдельная наша гордость, потому что для майнер-хотел-групп спа – это отдельный вид бизнеса. У нас есть спа-салоны, даже располагающиеся не в отелях. У нас есть собственные фирменные процедуры, собственная фирменная натуральная косметика. Кроме того, майнер является дистрибьютором нескольких международных брендов, эксклюзивным дистрибьютором на Мальдивах, в братах странах Юго-Восточной Азии. Мы сотрудничаем с ведущими, конечно же, спа-брендами и предлагаем высочайший уровень спа-процедур. У нас здесь кабинеты стоят на сваях над водой, а зоны релаксации находятся в такой зеленой территории в саду. И это уникальный случай, потому что большинство спа-салонов в отелях на Мальдивах, они будут полностью на сваях над водой. И зоны релаксации тоже на сваях над водой. А здесь мы как бы стоим в саду, и только кабинеты у нас немножечко так выступают на крае острова над океаном. Всевозможные водные виды спорта, как я сказала, в ньяме организованы по высшему разряду, конечно. Сохранение кораллов. Вот то, о чем я вам говорила. Можно высадить коралл, свой именной, наблюдать за тем, как он растет. Домашний риф. Лагон у нас достаточно большая, поэтому домашний риф, именно стенка кораллового рифа, находится у нас в 15 минутах езды на катере. Так вот самостоятельно в платье вы до туда не доплывете. Но мы предлагаем недорогие дайвинг и снорклинг-экскурсии. Можно съездить на катере. Есть индивидуальные, есть групповые такие поездки. И можно отправиться. У нас есть красивые рифы поблизости, но только на катере до них можно добраться. Вот я еще добавила фотографии наших прозрачных каяков, потому что просто мне нравится, мне кажется, что это такой забавный элемент. Это просто прозрачная лодка. Смотрится здорово, и потом можно Москвой наблюдать в такой лодочной прогулке. На велосипедах, как я сказала, можно ездить. И это вот как раз поездка через мостик между островами. Теннисные корты у нас есть. Тренажерный зал. У нас, кстати, есть даже и футбольный стадион небольшой, но он находится на зоне проживания, в зоне, где живут наши сотрудники. Поэтому нужно будет, если вы хотите поиграть в футбол, нужно будет попросить сотрудников. Они и компанию вам могут составить, но и также, чтобы вас пропустили на территорию проживания сотрудников, чтобы играть в футбол. Такое развлечение. У нас есть виртуальный гольф, то есть симулятор гольфа. К сожалению, нету естественного гольфа, но его, конечно, не в Мальдилах, наверное, и нет. Но, по крайней мере, виртуальная такая игра есть. Для тех, кто хочет еще и немножко поработать, что трудно себе представить на Мальдилах, но все же у нас есть конференц-зал и терраса на свежем воздухе, можно сделать бизнес-мероприятие, коктейль по окончанию, ну и, конечно же, далее наслаждаться отдыхом. Про сёрфинг обещала рассказать немножечко отдельно. Смотрите, здесь сёрфинг предлагается только летом, потому что недостаточно у нас, конечно, влом зимой, да и, в общем-то, их нет. Смотрите, сёрфинг предлагается вот только на этом месте, на самом краешке острова Плей, потому что на всей остальной территории лагуны у нас очень спокойное море, гладкий песчаный пляж. И только вот здесь, здесь уже просто заканчивается лагуна, поэтому здесь есть летом волны. Волны здесь достаточны для хорошего, профессионального сёрфинга высочайшего класса. Повторю, что к нам приезжали уже чемпионы мира и самые увлеченные сёрфингисты-гости. Очень часто бывает, мы даже не ожидали, что для российского рынка это будет интересно. Вообще мы думали, что вот Австралия заинтересуется, может быть, это Европа, но не ожидали, что российским гостям это будет интересно так же. Тем не менее, российские гости с удовольствием учатся здесь сёрфингу. Кроме того, многие гости увлекаются сёрфингом, но совсем не ожидали его от Мальдивов. И когда мы упоминаем о том, что Нияма – это единственный пятизвёздочный курорт на Мальдивах, который предлагает сёрфинг без катера, а прямо с берега, это становится неожиданным образом, прямо вот очень интересно гостям. Выясняется, что они любят сёрфинг, но просто на Мальдивах они мечтали о такой активности. Так вот здесь, вот на этом краешке, вы можете видеть, что здесь виллы заканчиваются, но самое крайнее вот здесь, потому что вот дальше как раз каменистый берег и волны. А на этой стороне уже нет вилл, именно потому что здесь вот такая территория волнистая летом. Здесь находится наш специальный сёрфбар, и здесь работают инструктора, здесь можно взять на прокат соответственно доски, и сейчас покажу несколько фотографий, как всё это происходит. Фотографии сёрфинга, конечно, потрясающие. Можно, я могла, наверное, ещё штук 100 здесь, слайдов добавить. Такие значки мы поставили. Осторожно переходят сёрферы, переходят дорогу. И, наконец, конечно же, услуги для романтического отдыха и для молодожёнов. У нас есть и свадебные пакеты для проведения церемоний, как только для двоих, так и с гостями. Можно устроить свадебную церемонию, коктейль, можно делать какую-то такую символическую церемонию или просто ограничиться фотосессией. У нас на острове работает фотостюдия, которая работает постоянно, и можно прийти посмотреть примеры работы. Здесь можно взять наряды и платья на прокат. Здесь предлагаются услуги макияжа и оформление прически. Здесь можно выбрать у нашей свадебной команды можно выбрать цветовое оформление вашей церемонии. Вот вы видите, здесь у нас в основном белые цвета и алые розы. Можно сделать всё в белом цвете, в пастельных тонах. Можно сделать что-то яркое. А можно провести просто, может быть, фотосессию. Вы видите, фотосессию в нашем подводном ресторане. И, конечно же, у нас есть скидки, привилегии для молодожёнов, и мы стараемся всегда их поздравлять. Пожалуйста, сообщайте, если ваши гости только что или недавно сыграли свадьбу, едут в романтическое путешествие, мы обязательно поздравим их, оформим соответствующим образом, но в романтическом стиле. Дорогие коллеги, перехожу к вопросам. Так, а где у вас места для снорклинга? Ну, с морской струбкой у нас по всей лагуне плавают, потому что у нас мало кораллов, но всё-таки морская жизнь есть, и черепашку можно увидеть, и разных рыбок. Но самый красивый снорклинг и дайвинг, конечно же, всегда находится там, где риф. Риф – это прямо стенка, уходящая глубоко-глубоко в океан. Такая стенка у нас находится, домашний риф находится в 15 минутах езды на катере. Есть ли дайвинг? Вот тот же ответ. Дайвинг есть, но места для дайвинга нужно плыть на катере. У нас есть экскурсии, они недорогие, можно ежедневно, ну, в зависимости, если только, конечно же, на океане нету шторма, можно съездить на дайвинг в риф. Риф очень красивый, но, повторюсь, у нас очень большая лагуна, поэтому самостоятельно вы до рифа не доплывёте. Кто из персонала говорит по-русски? У нас очень много русскоязычных сотрудников, есть сотрудники и среди дворецких батлеров, есть сотрудники и в центре водных видов спорта, и в нескольких ресторанах, в сувенирном салоне, в сувенирном магазине. Они, на самом деле, у нас присутствуют и в резервации. У нас русскоязычные сотрудники есть в самых разных отделах, они могут периодически меняться, но и в детском клубе, кстати, даже есть русскоязычный сотрудник. Но у нас всегда обязательно есть несколько русскоговорящих батлеров. Это неизменно. Как гости общаются с батлером? Есть WhatsApp. У нас с батлерами есть связь просто по телефону, плюс можно записать, да, его мобильный, можно обращаться на WhatsApp или писать iMessage и так далее. Но легче всего просто взять трубку и из номера его, наверное, вызвать. Но всевозможные виды связи тоже, конечно же, присутствуют. Фотосессии можно ли заказать в отеле? Да, вот как раз только что я рассказала. Думаю, что вопрос как раз появился до того, как я рассказала о том, что у нас есть фотостудия, которая работает постоянно на острове, в которой можно прийти посмотреть примеры работ и затем заказать фотостудию, обсудить все детали, фотосъемку, обсудить все детали и даже взять на прокат какие-то костюмы, наряды, если вы чего-то не дали с собой. Если вы не планировали, а хотели сводебную фотосессию сделать, у нас есть сводебное платье даже на прокат для фотосессии. Итак, дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы? И может быть, что-то я не очень ясно объяснила или, может быть, не упомянула чего-то важного. Так, дорогие коллеги, ну, позвольте тогда мне сделать финальное резюме нашей презентации. Отель Нияма Мальдивс – уникальный в своем роде отель, который находится на двух островах. Вы летите на гидросамолете 40-45 минут от аэропорта Мале. Если нужно ожидать гидросамолета, у вас есть огромный приватный лаунж, детский кулбук, детской комнатой для ожидания. Но, как правило, вам не приходится долго ждать гидросамолета. Вы прилетаете к острову Нияма, размещаетесь на острове Чилл или Плей. Для гостей без детишек у нас есть великолепный уединенный отдых, у нас есть спа, у нас есть множество водных видов спорта, у нас есть фотосессии, свадебные пакеты. Для гостей с детишками у нас есть море развлечений и огромный детский клуб с профессиональной командой и даже с русскоязычным сотрудником в настоящий момент. И здесь, конечно же, всевозможные услуги для отдыха. Мы тоже предлагаем. К услугам гостей 10 баров, ресторанов, кафе с различными кухнями мира. Это и международная кухня, и шведский стол, рестораны а-ля-карт, это азиатская кухня, африканская, высокая кухня в ресторане Эйдж. И уникальные подводные обеды в ресторане Сапсикс. Конечно же, у вас есть великолепная возможность забронировать наш отель на лето со скидкой 40% плюс получить хавборд в подарок. На весь остальной год, на большую часть года у нас действует скидка 35% хавборд в подарок. Но, конечно же, пока что эти скидки не действуют на новогодний период. Возможно, будут какие-то дополнительные спецпредложения, но, думаю, что до Нового года вот такие будут пока что, только до Нового года будут такие спецпредложения. Дети у нас питаются по детскому миру бесплатно 3 раза в день. В 2018 году дети считаются детьми до 15 лет, а со следующего года до 12 лет детки будут считаться детьми. В детский клуб мы принимаем детишек до 12 лет, от 1 до 12 лет. До 3 лет просим гостей, родителей сопровождать своих детишек, либо оплачивать услугу для них. С 3 до 12 лет все развлечения, детишек в детском клубе сопровождаются нашими сотрудниками, бесплатно можно оставить детей и, соответственно, полностью довериться нашему детскому клубу. Мы их отведем по обеду, вернемся обратно, множество-множство разных развлечений. Здесь хочу оговориться, что если вы хотите, чтобы детишки отдыхали с вами и вот прямо проводили время, то лучше не показывайте им наш детский клуб, иначе вы потом их оттуда не вытащите. Итак, Нияма, такой отдых два в одном, или отдых все в одном. Великолепные, конечно, уже у нас красивые пляжи, прекрасная территория. И напоследок я хотела бы показать вам один инструмент, который, думаю, что будет вам очень полезен. У нас есть виртуальный тур, который, сейчас одну секундочку, который предлагает, вы можете найти его на нашем сайте, и плюс я вам сейчас пришлю ссылку в чат, который показывает панорамные фотографии всех категорий номеров, всей территории и ресторанов. Смотрите, вот в общий чат сейчас я отправлю. И давайте я попробую вам сразу показать, как он действует. Если вы сможете кликнуть, вы сейчас можете наблюдать. Я открою у себя этот тур и покажу вам, как бы, снимок с экрана, как он действует, как производится навигация в этом виртуальном туре. Так, сейчас должен постепенно... Все, подскажите, пожалуйста, сейчас видно мой экран. Я сейчас как раз показываю виртуальный тур, его можно вот так остановить. Отлично. Вот смотрите, я вернусь сейчас на виртуальный тур. Он начинается сразу с вращения. Но я остановила сейчас вращение для себя. Вы можете просто мышкой двигать фотографию, можете посмотреть, какой выглядит лагуна, видите, наша вся. Вы можете даже видеть, где какие номера расположены, немножечко такая высокая фотография, но вы можете себе представлять, как все вокруг выглядит. Вот, вы можете видеть, что только вот на краю острова Чио-Оплей у нас есть такой серфинг-точка. Даже видно, что это край лагуны, и что только здесь вот есть достаточные волны для этого. Центральный бассейн в ресторане... и ресторан Блю. Центральный бассейн и ресторан... но здесь он не виден среди зелени, ресторан Эпикюр. И, соответственно, вы можете посмотреть каждую категорию номера. Для этого вам нужно смотреть Main Area. Вы можете посмотреть вид сверху, вид... вид около мостика неба. Вот я сейчас его открываю, останавливаю вращение. Можете увидеть наш мостик. И так далее. Ну, отлично. Даже можете посмотреть из... из кабины пилота самолёта. Такая есть даже возможность посмотреть кабину пилота. Вот. Затем размещение. Все категории здесь представлены. Давайте откроем Beach Studio WSPU. Здесь нету Beach Studio. Просто Beach Studio, потому что это всё то же самое, только без бассейна. Вот. Вы можете сделать навигацию, как стрелочками можно двигаться, так и просто мышкой. Смотрите, здесь у нас... да, здесь у нас спальня. Мини-бар. Здесь есть такая замечательная вещь. Вот у вас есть большой холодильник. Кстати, фирменный стильный холодильник Snack. Это такое очень... немножко в ретро-стиле очень известный стиль холодильника. И в каждом номере есть попкорн-машинка. и чашечка попкорна. То есть вы можете себе готовить попкорн, а также в холодильнике всегда найдёте домашнее мороженое, которое пополняется каждый день бесплатно. Это комплимент от отеля. Если нажимаете дальше на логотип, попадаете в ванную комнату, смотрите в ванную комнату. Давайте пойдём обратно. Если в другую сторону повернёте, то увидите террасу. И чуть-чуть вперёд будет уже где-то с бассейна. Итак, вы можете посмотреть каждую категорию номера наши рестораны. И давайте Сапсикс посмотрим. Самый наш красивый, привлекательный ресторан. Надеюсь, что видно то, что я сейчас показываю. Вот. Вот, пожалуйста, мы смотрим наш Сапсикс. Очень красивый ресторан, конечно, с уникальным дизайном. Замечательно выглядит. Мы делали его реновацию, и многие дизайнерские детали добавили. Раньше он немножко проще выглядел. Буквально пару лет назад это сделали. Что вам удалось посмотреть вместе со мной, немножечко ознакомиться. И далее, если у вас появились какие-то вопросы, то я буду очень рада ответить на них. Вижу, что есть вопросы, по каким вопросам к вам можно обращаться и заниматься ли я бронированием. Знаете, самый выгодный способ забронировать наш отель это через ваших партнёров, операторов, принимающих операторов. Вот, например, через компанию Алякарт Клаб можно забронировать Ниньяма. Это самый выгодный способ, потому что если вы захотите сделать бронирование напрямую, то это будет цена, которую вы найдёте на сайте, она значительно отличается от цен, которые предлагаются через туроператоров и ДМС. Вот, поэтому действуйте через ваших партнёров, а я буду рада подсказать по типам размещения, по каким-то нюансам, предоставить все необходимые материалы, сделать какие-то заметки, если у гостей есть специальное пожелание, и, в общем-то, помочь вам подобрать лучший вариант размещения или лучший отель, если мы говорим обо всём Майнере, для того или иного запроса. То есть я оказываю информационную поддержку, гости, которые хотят забронировать, напрямую бронируются на сайте, у меня нет доступа к системе бронирования, и сама я фактически бронированием не занимаюсь. Повторюсь, что самое выгодное, это продолжать бронировать через ваших партнеров, как вы это делаете сейчас. Ну, а я в любом случае буду на связи, буду рада помочь при любом запросе. Итак, дорогие коллеги, если вопросов больше нет, я хотела бы огромную благодарность выразить компании Алякарт Клаб, ты наш замечательный партнер, поддерживающий нас во многих направлениях, прекрасно знающий наш продукт, и мы очень рады сотрудничеству, спасибо большое Алякарт Клаб за приглашение на данный вебинар. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за то, что нашли время, к нам присоединились. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в соцсетях, я буду очень рада, я максимально делаю их полезными, информативными, интересными. Присоединяйтесь к параллельному, спасибо от Майнер, я сейчас пришлю вам ссылку, чтобы можно было, если у вас уже было бронирование, можно было к ней присоединиться, в будущем, если у вас будет бронирование, то присоединяйтесь, соответственно, в будущем, в подписи, к любому моему письму вы найдете эту ссылку, и я сейчас ее отправлю в чат. Вы можете там же почитать какие-то дополнительные нюансы, что-то может быть, там более подробно написана программа, и, конечно же, наши рассылки, вебинары, пожалуйста, обращайтесь ко мне, пишите, я буду очень рада. Сейчас еще одну ссылочку вам пришлю, это чтобы подписаться на нашу рассылку. Так. Вот. Подписка на рассылку. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, там очень простая анкета, если вы запомните, вы автоматически попадете в нашу базу рассылки, и я буду делать, думаю, что начиная с июня, регулярные, но не многочисленные, чтобы вас не утомлять, письма с нашими лучшими предложениями, с самыми полезными материалами о наших отелях, и очень буду рада оставаться на связи. Еще раз спасибо а-ля карты Клаб, всем прекрасного дня. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok